Всем привет! 2 октября, понедельник. Начался второй месяц осени. У нас тепло, хорошо. Утро было плюс 15. Сейчас температура уже поднимается, плюс 17. Как видите, стою в футболке. В общем, самое отличное время года это у нас, конечно, осень Ставрополя. Сейчас такая пора у нас. Она так и называется. Золотая осень. Сегодня будет поездка в сторону краевого онкологического диспансера. Ну, такая неприятная поездка. Но один раз в год мы все-таки туда по необходимости приезжаем. А как раз мимо своего депо проедет. Вот край транс. Такая табличка хорошая появилась. Работы в Ставрополе нет, приходите к нам в троллейбусные. Нам требуются и сварщики, и водители. Так, это край военкомат. Гостиница, кафе. Сюда, если устраиваются, на знание английского языка. Знакомая просто хотела сюда устроиться. Администратор. А вы знаете английский язык? Говорит, нет, не знаю. У нас только принимается знанием английского языка. Так, Ростофлотская. Обещали здесь светофор поставить. Здесь же школа моя, 19-я. Вот, буквально здесь пройти. Метров 20-30. Вправо повернуть. Пока светофор не поставили. Ну, лучше как проехать. Вот по Тельмана. Потом я поворачиваю на улицу Льва Толстого. И, в общем, получится у нас сегодня проехать опять по трем районам города Ставрополь. Ну, Ставрополь, три района. Октябрьский, Ленинский промышленный. Это пока еще промышленный. Улица Тельмана. Ну, проект такой чуть забросил я. Улица города Ставрополь. Ну, так, периодически я стараюсь вам что-то показывать. У меня просто, друзья, времени нет. Ну, сейчас пока едем, онкология могу просто-напросто вам что-то здесь показать и снять. Так, поворачиваем сейчас на Льва Толстого. На Льва Толстого есть. У нас улица Алексея Толстого. Это в районе Кирпичного. Вот здесь, мимо бани. И по Льва Толстого поедем. Здесь дом снесли. Значит, будет строить что-то. Смотрю, уже там машина какая-то стоит черная. И построят современный дом. Не менее двух этажей. Это, как правило. Так, 8 марта. Так, здесь Энгельсон. Вправо. Братский влево. Так, Лермонтово. Ну, оптимальный вариант это проехать все-таки по улице Морозова. Можно и на Лермонтово повернуть. Давайте по Лермонтово чуть проедем. Так, температура. Температура поднимается. Уже плюс 18. И сегодня что? Сегодня практически нет ветра. Вот эти все дни были ветреные. Конец сентября. Ну, может так и надо. Может семена раздуваются какие-то. Ну, вот я обратил. Всегда вот конец сентября. А бывает ветер. Ну, это мое предположение. Так, поворачиваем на Лермонтово. Ну, здесь вот такая дорога к домам. Подъездная ее называют. Нет, здесь одноклассники просто жили. Вот как она начинается, эта подъездная. От улицы Краснофлотской. И идет сюда. До улицы Ломоносова. А мне понравилось вот так петлять. Не по одной улице ехать. Так, здесь пятерочка. Так, справа. Ну, справа старая краевая. Кстати, в этой старой краевой моя тетка работала. Она участница Великой Отечественной войны. Имела награды. Была медсестрой. И после войны она здесь работала. Потом перешла уже в краевую. Которая находится у нас на улице Симашка. Кстати, там юбилей этой краевой был. Так. Впереди, если проехать там Пушкино, верхний рынок. Так, успеваем. Поворачиваем. Здесь роддом. Старый роддом. Так, сквер. Ну, сквер я вам тоже показывал. Ну, что я вам не показывал. Да все уже показывал. Перинодальный центр. Медакадемия. С правой стороны. Субботники у нас проводятся. Вот, смотрите. Когда я работал там, в пятницу работал, я видел, как учащиеся школы номер 64, которая находится на улице Зержинского, у них так своеобразный, можно сказать, субботник был. Убирали они там листву на проспекте Карломарса. Ну, а если уж точнее, на бульваре Ермолова. Там тоже какое-то скопление непонятно молодежи. Да, и со машин не видно. Так, прямо едем, посмотрим. Вообще, хотел на миру повернуть. Да, молодежь какая-то здесь стоит. Девчата, ребята, ну, точно не курсанты. Вернее, не кадеты. Я все по-старому. Курсанты. Это же бывшее ее училище. Раньше были курсанты, сейчас кадеты. Это улица Ленина. Ну, уже не буду поворачивать. Я вправо на Ленина. Так, вниз спускаемся с вами. До улицы Михаила Морозова. Если я вправо повернул, то уже следующий поворот будет влево. Это на Артема. Знаешь, по Морозову вроде как хотел проехать. Вот прекрасная погода. Вот просто прекрасная погода. Вот когда приезжать в город Ставрополь? Вот сейчас надо приезжать. Осенью. Осенью у нас красиво. Тепло. Я сам в футболке еду в машине. И еще будет красивее. Кстати, у моего отца день рождения 5 октября. Я всегда к нему приходил, поздравлял его, ну, когда уже отдельно от него жил. И всегда погода, ну, в основном, всегда была хорошего 5 октября. Какая в этом году будет, я не знаю. по Дзержинску не хочу ехать. Смысла нет. Там можно стоять. Поэтому по Михаила Морозова ездим. Там машина едет, тогда нам надо ее пропустить. Езжай быстрее, дядя. Так, а здесь у нас водоканал наверное работает. Да, водоканал. Это машина водоканала. Здесь я успеваю. Так, вот, зоотехнический. Ну, такой переулок тупиковый. Хотя раньше можно было проехать по нему. Но это было очень-очень даже давно. так, следующая улица Пушкина. Вот, с правой стороны бюст Михаила Морозова. Здесь общежитие находится. Северо-Кавказского федерального университета. Сейчас уже поедем. Желтый, все, зеленый загорелся. Смотрите, листва действительно золотая осень. А я, кстати, тоже хотел поехать на море в октябре. Ну, я же после отпуска сейчас я еще нормальную эту зарплату не ту, что не получал, а получу, наверное, только в ноябре месяц. Я же не с начала месяца начал работать. Потому что вот говорили, что можно купаться до 15 октября. Я не знаю, как там в Анапе. Хотя в Анапе там мелко, там, наверное, и можно купаться. Там в Геленджике. Ну, в Сочи, я думаю, можно 15 октября еще купаться. Ну, все-таки я считаю, лучше в августе поехать. Когда тепло, когда жарко. Ну, люблю я жару, что сделаешь. Так, что у нас там? Ух ты! Уже заморгал. Так, ну, прямо-то не так понятно. Стадион Динамо. Так, здесь у нас театральное кафе с левой стороны. Академ театр драмы. Самое красивое место, я вам говорил. Ну, опять же, по тому же маршруту едем. что и в прошлый раз. Ну, просто удобнее здесь проехать. Да, здесь очень неудобно выезжать. Это вот улица Артема. Передить Дзержинского. Очень неудобно. даже предлагали здесь поставить светофор. Хотя вот светофор есть на Пушкино, это вот влево, и здесь светофор есть на пятой школе, на Булкино. И посчитали, что здесь светофор будет лишним. Вот здесь так надо наглеть. Тогда выйдешь. А нет, будешь стоять. Так, служба здоровья. Какой-то микроавтобус интересный. Не успел прочитать. Что там бюджетная организация здравоохранения. Здесь вообще машина поворачивает влево. У нас не было в эту полосу залезть. Но придется постоять. Если влево поворачивать, здесь вообще не вариант. Только так. Иначе никак. не захотел меня пропускать. поворачивай. Это уже улица Дзержинского. А вот там заморочки. Газель выезжает. модный маркетплейс Озон. Вот он все и держит. Перекрыл здесь чуть. Вообще здесь сложно поворачивать на квалерийскую. Очень сложно. Так, но впереди и так все понятно. с правой стороны Лермонтовский сквер. Дом правительства, Дума, площадь Ленина. С левой стороны пятая школа. Музей краеведческий. Вот видите, стал здесь. Вот что он стал здесь? Сейчас я вообще все здесь перегораживаю. Потому что здесь пешеходов еще пропускать же надо. Вот и сам он стал на пешеходный переход. Вот за это надо наказывать. Вот просто наказывать надо. Так, ну там еще я не сказал, что там за краеведческим это. Александровская площадь, Ангел. Так, Кавалерийская. Вот все краски ярче и ярче такие осенние. И поехали вниз по Кавалерийской. Так, авиационная. Самый кратчайший путь центра города в северо-западный, в Октябрьский. Тем более дорогу здесь в том году сделали. садовый переулок пошел вправо. это Красина. Так, ну здесь тупик. Дачная улица. По дачной можно проехать. кафе веранда. Так, комсомольский пруд. А теперь на подъем поехали. Здесь я летом проходил. Ох, и жарко же было тогда. Не то слово. Смотрите, листвы сколько. А там что-то жгут. Вообще нельзя листву сжечь. За это наказывают. здесь у нас справа Бибертова дача. Тут табличка есть. Значит, вот здесь выезжать. Это вот кавалерийская. Там Руставелли пошла. Лучше и вот здесь проехать. Я вот вам серьезно говорю, у меня здесь просто была аварийная такая ситуация. Начал выезжать. Вроде как поворот включил, а сам по Сальскому поехал. Так что здесь можно намного проще и безопаснее выехать. Пропускаем здесь машины и спокойно выезжаем. Вот и все. так. вот Сальский. Вот пасмурно можно снимать более-менее так. Хотя я на солнце сейчас еду. Мне девушка написала а вы не можете камеру купить чтобы можно было снимать на солнце. что есть такие камеры телефоны хорошие можно купить на озон. Но каждый фотограф знает каждый маломальский оператор знает что на солнце снимать нельзя. Долго мы там переписывались потому что я написал неужели хорошие товары могут быть на озоне. На озоне хороших товаров не бывает. Тем более экшн камер или телефонов. Хороший телефон более-менее чтобы им снимать и была хорошая стабилизация и все равно стабилизатор нужен. Не то что в камере а еще дополнительно стабилизатор нужен. Этот телефон будет стоить не менее 60 тысяч. Это как минимум. Тогда можно более-менее хорошо снимать но опять же не на солнце. Но во всяком случае ночное время. Байкер Попова улица. Это у нас поликлиника здесь. Стоматологическая номер 2. Смотрите как распогаживается. Вообще классно. так Баптистская церковь. Это у нас переулок Можайского. Вот по Можайского сейчас поедем потому что я неоднократно здесь проезжал с вами по Руставели и поедем по улице Октябрьской. Главная дорога идет влево Эта дорога ведет куда? В серо-западный район. Давайте по Можайскому проедем. Здесь тоже дом завалили. Продуктовой магазин. Дорогу здесь сделали. Хорошая отличная дорога. Плесаднички частный сектор. Здесь 40. В принципе это объехал. Бежачий полицейский. Улица Лозо. И вот следующая Октябрьская. Споколюбов. Объезжаю и все равно попадаю. А уже снег. В Новом Уренгое снег уже. Я просто подписан на семейную пару. Они живут в Новом Уренгое. Вчера смотрел уже снег срывается. В шапочках уже вязаных ходит. А мы в футболках. Так здесь у нас просили еще показать лесную улицу. Ну параллельно лесная идет. Сейчас уже ничего не буду показывать. Здесь находится у нас святой источник Серафима Саровского. Обратно буду ехать даже наверное воды наберу. Вот впереди табличка не проедете никогда здесь. Это политехнический колледж. Вообще здесь раньше в училище были. 24 до 1. Вот видите храм святой источник преподобного Серафима Саровского чудотворца. Вот сюда надо повернуть. Ну вот это неприятное здание впереди уже видим. Это у нас онкологический диспансер Краевогин. Там стройка идет. К сожалению да люди заболевают онкологией. Никто от этого не застрахован. У отца была онкология. И вот операции не знаю чего он побоялся. Тогда операции такие были. вот строят новый корпус. Ну там переулок макарава этот если подняться туда вверх влево. Вот видите такой корпус какой корпус большой. Я что-то год здесь не был даже не обращал внимания. а вот есть вот с правой стороны так что-то я загляделся здесь поворачиваем на онкологию пропускаем мальчика гостиница восход с левой стороны у нас онкология а с правой стороны здесь гостиница смотрите сколько здесь машин даже припарковаться я вам скажу сложно попробую еще найди здесь место потому что я вот сюда стану вот сюда наверное я и стану ну все друзья вот я приехал ну пока сзади машин нет ну сейчас я здесь и припаркуюсь ладно всем удачи неприятное место неприятное место не собирается девушка ехать ладно поехал дальше искать место аптека здесь находится здесь вот пирожки булки хавал хавал продукт овощи фрукты влево влево вход здесь да мест нет просто мест нет здесь где же парковаться здесь вот вот здесь вход здесь парики продают химиотерапию проходят человек вышел сразу парик купил вот где хочешь там и паркуйся видите даже здесь становится так нельзя остановиться все забито короче все забито видите да ты на меня рулишь дядя Федя сел медведя ну вот вроде а нет здесь вход здесь не буду становиться вот вот только здесь нашел место ну а здесь жилой комплекс место такое неудачное я бы здесь не захотел жить все приехал всем хорошего дня